Благослови, Душа моя, Господа, благослови, Неси, Господи. Благослови, Душа моя, Господи. И рече учеником своим, да корабль будет у него, народа ради, да не стужают ему. Многи бо исцели, якажи нападати им, да ему прикоснутся, и лица имея хураны. Иду си нечисти, и гда видиху его, при падаху к нему и звах глаголюще, яка ты и си сын Божий, и много прищаши им, да неявленно его сотворят. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня понедельник, 24 августа. В этот день церковь предлагает нашему вниманию евангельское чтение от Марка. Третья глава, с 6 по 12 стих. Давайте послушаем, как это Евангелие звучит на русском языке. Фарисеи, выйдя немедленно, составили с Иродианами совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи и из Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве. И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его. Ибо многих он исцелил так, что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. И духи нечистые, когда видели его, падали пред ним и кричали, ты сын Божий. Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным. Вот такое небольшое Евангелие, Евангелие от Марка, сегодняшний день, дорогие братья и сестры, слышим мы с вами. Итак, вот этот небольшой евангельский отрывок мы, конечно, должны увидеть в контексте всего повествования, третьей главы Евангелия от Марка, потому как предшествующие события как раз таки определяют действия Христа дальше. Господь, если мы почитаем третью главу с самого начала, был в синагоге и исцеляет Сухорукова в субботу. И вот как раз таки это действие взволновало народ, взволновало, точнее, фарисеев. Они готовы были тут же Христа схватить и убить. И дальше, как здесь в шестом стихе говорится, они составили совещание против него, как бы погубить его. Составили совещание с иродианами, хотя они между собой никогда, назовем так, не дружили и никогда не общались. То есть это были две противоположные партии, религиозные партии Древнего Израиля. Но вот их общая ненависть ко Христу, их общее видение того, что он совершает здесь, как им кажется, в глазах, некое безумие и нарушение всего, всех правил. Более того, та зависть в отношении него, которая существовала у этих людей, в этих партиях породила вот такой беззаконный союз и вот такое беззаконное желание погубить его. Вот уже в третьей главе Евангелия от Марка мы с вами читаем об этом. Можно себе представить, как разворачивается картина событий и дальше. Господь с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа. Здесь нужно понять, что Христос не хотел, скажем так, фронтального столкновения с властями. Ему следовало покинуть синагогу, там он не хотел вот этого конфликта, и он уходит не из чувства страха. Он уходит не потому, что боится последствий своего поступка, но потому, что еще не наступил час его. Ему еще предстояло многое сделать и много сказать, прежде чем пойти на окончательный конфликт. То есть его служение еще должно было продолжаться на протяжении определенного времени. И вот здесь он уходит в другое место. Он уходит с учениками своими к морю. И народ, видев все те знамения и чудеса, которые совершались, стекаются совершенно из разных мест. Одни приходили из Галилеи за, скажем так, сотню верст из Иерусалима в Иудею, чтобы увидеть его, чтобы прикоснуться к нему, чтобы услышать его. Кто-то приходил из Думея, и Думея – это древнее отцарство Едома, далеко на юге между южной границей Палестины и Аравии. Одни приходили с восточного берега Яордана. И даже из других стран, как говорится, из финикийских городов Тира и Сидона, лежавших на берегу Средиземного моря, к северо-западу от Галилеи. Евангелий Смар говорит, что толпа народа была такой огромной и большой, что становилось даже опасно находиться на берегу, что толпа может захлестнуть его. И поэтому Господь сказал своим ученикам, чтобы на берегу держали лодку, чтобы он мог войти в эту лодку, отплыть и учить народ, скажем так, который находился на берегу. Более того, его исцеление навлекали, скажем так, определенного рода опасность, потому что больные уже не просто ждали, когда он подойдет и исцелит кого-то, но уже сами, как говорится, здесь бросались к нему в 10 стихе, чтобы коснуться его. То есть вот какой был наплыв и напор людей в тот момент. Понятно, что фарисеи завидовали, понятно, что их вот это зрелище приводило просто в невероятную злобу и ненависть, то, что их слово не могло обратить к ним такого количества людей. И вот такая толпа народа теснила Христа. И вот Господь отплывает с берега. Здесь же он сталкивается еще с одной проблемой, с людьми, которые были одержимы демонами. И эти люди называли Христа Сыном Божиим. Вот здесь нужно нам понять, что они подразумевали под этим словосочетанием. Вне всякого сомнения они не понимали ни философского, ни богословского смысла этого слова. То есть есть некоторые рассуждения о том, что вот знал ли дьявол о том, кто такой Христос до конца, знал или понимал ли он. И вот иногда приводятся вот эти высказывания, эти слова вот таких бесноватых людей, которые называли Иисуса Сыном Божиим. Но мы должны понимать, что они не отдавали себе отчета о тех словах, которые произносили. В Древнем мире титул Сын Божий не был, скажем так, каким-то необычным явлением. Знаем, что египетские фараоны считались сыновьями египетского бога Ра. Начиная с Октавиана Августа, многие римские императоры величали сыновьями божьими. Ну и более того, в Ветхом Завете вот это словосочетание Сын Божий употребляется в четырех значениях. Первое значение Сынами Божьими называется Ангелы. И в этом отношении можно прочитать в книге Иова, первая глава, шестой стих. Говорится о дне, когда Сыны Божьи пришли предстать пред Господа. То есть Сыны Божьи – это был обычный титул ангелов. Второе значение Сыны Божьи – это народ Израилев. Бог вызвал Сына Своего из Египта. Помним, да? Сына Своего. То есть речь здесь идет о народе израильском. Или в другом месте Бог говорит, так говорит Господь, Израиль есть Сын Мой, первенец Мой. Третье значение вот этого словосочетания – царь народа Израиля – Сын Божий. То есть царь народа понимается как Сын Божий. Ну и, кстати, третий момент в более, скажем так, поздних книгах, написанных в эпоху между Ветхим и Новым Заветом, под Сыном Божиим, разумеется, хороший человек. Человек, который добр к сиротам, исполняет обещание, говорит, что ты будешь как Сын Всевышнего, Он возлюбит тебя более, нежели мать твоя. То есть во всех случаях Сын Божий характеризуется, или словом Сын подчеркивается, особенная связь и особенная близость к Богу. Поэтому в этом отношении мы не должны себе выстраивать каких-то рассуждений о том, что дьявол знал, кто такой Христос, и понимал до конца то, что совершается. Нет, это вовсе не так. Другой момент. Почему Господь настаивает так на том, чтобы те, кого Он исцеляет, и те больные, бесноватые, из которых прогоняется злой дух, не свидетельствовали и не говорили о том, что Он совершил над ними. Ответ достаточно прост. И здесь не нужно думать, что если сокрыть что-то, это истинно еще больше явится. Если человеку сказать что-то тайное, эта тайна еще с большей степени распространится где-то. Нет, Господь не преследует того, чтобы рассказать об этом. Напротив, Он говорит, чтобы об этом не свидетельствовали. Как раз таки почему? Потому что Его представления о мессианском служении были совершенно другими, в отличие от того, какое представление было у народа. И понятно, что для людей-то, в общем, мессия это был победоносный царь, об этом мы не раз уже говорили. И они ждали, когда вот явится этот победоносный царь с могущим воинством, войском, изгонит римскую власть, римлян, приведет людей в класть и над всем миром. Поэтому, если бы разнеслись слухи о мессии, то неизбежно начались бы мятежи, восстания, особенно в Галилее, где народ всегда был готов следовать за любым национальным вождем, и это мы знаем из истории Израиля. Поэтому Христос еще хотел подготовить народ к правильному пониманию мессианства, потому что в мысли Христа мессианское служение — это служение любви и милосердия. А то, когда, если бы эти люди свидетельствовали о мессии в своих неправильных категориях и представлениях, то это все бы закончилось огромной и большой неприятностью. И все это привело бы к бессмысленной войне и кровопролитию. То есть люди должны были вначале узнать, кто такой мессия, а потом уже свидетельствовать об этой мессии. Вот такое Евангелие, дорогие братья и сестры, в сегодняшний день слышим мы с вами. Мы читали Евангелие от Марка, 3 главу, с 6 по 12 стих. Ну а я с вами на этом сегодня прощаюсь. Всего вам доброго, до новых встреч и храни вас Господь.